авентон матара трековый снаряд городская пушка или просто супер крутой велосипед для фоток именно об этом сегодня мы с вами друзья поговорим разберем на каких компонентах собран этот велосипед сколько он весит сколько он стоит и насколько круто на нем ездить по дороге для тех кто только что наткнулся на мой канал меня зовут некрасов филипп в последнее время я в основном снимаю про грэвел и байкпайкинг но пришел в мир ютюба из фиксит гира поэтому эту тему я никогда не забудут и для своих самых преданных фанатов ролики по фиге теме всегда будут данный велосипед на обзор мне прислали ребята и звонили fix хороший ассортимент поддерживают локальные мероприятия и аликаты рекомендую поддерживайте фг в россии саппорт your locals для кого подойдет данный велосипед авентон позиционирует данную модель как спортивный снаряд для тех людей кто занимается на велотреке в группе или просто с тренером потому что это велосипед который максимально заряжен на результат и на достижение для уличных гонщиков так сказать фиксеров этот велосипед тоже отлично подойдет потому что в нем есть все чтобы выиграть аликат это я могу вам сказать с уверенностью на нем я правда ли ката не выигрывал но на моей памяти кажется штуки 4 или 5 выиграл а этот велосипед точно круче того что у меня было на тот момент ну и конечно тебя точно не остановит полиция стиля потому что и зазоры и цвета паттерн вообще геометра это велосипеда просто зачетника и переходим сразу к геометрии значит что здесь у нас есть небольшой low prod за счет этого получается отличная аэродинамика и аэродинамика это собственно чуть ли не синоним данного велосипеда потому что видно по подсидельной трубе вот этому изгибу как колесо просто задние является единым целом во всем как бы своем смысле если вы понимаете о чем я а вы должны потому что это важно потому что это аэродинамика это аэро это бритые ноги это каска это визор и самые обтягивающие джерси и даже нет не джерси а комбезы это очень важно шутка этот велосипед отлично подойдет для юзера который уже покатался на рекорде на fuji ки на не знаю на винтон кордобе до модели попроще попробовал какой-нибудь алиэкспресс да и понимает что это ему мало он хочет больше скорости больше жесткости больше контроля вот именно для такого человека данный велосипед конечно данный велосипед это не самая вершина айсберга есть и фулл карбоновые истории типа червела bmc и прочих кастомных ребят которых я даже не знаю вышеперечисленная это уже про олимпийские игры про чемпионаты не знаю страны мира в россии и главное где вы найдете такой красивый велосипед до его даже не надо самому никак дорабатывать он уже выглядит просто зачетно почему-то фотки с ним например даже в моем инстаграме набирают больше всего лайков друзья знакомый даже моя девушка говорит блин филипп какой тебя красивый велосипед я говорю это не я это винта перейдем техническим деталям не буду просто читает список навеса да это не очень интересно пробегусь по основным фишкам да и собственно ради чего этот велосипед стоит покупать как и в любом велосипеде главное это фрейм сет особенно в трековом потому что больше навеса тут особо и нету в плане там дуалов переключатели и так далее тут у нас легчайшая алюминиевая рама с полированными швами очень напоминает мой розовый колоссе тут все также красиво и конусная карбоновая вилка а это опять же повышенная жесткость то что надо для скорости и результатов ну и конечно все очень аэродинамичная карбоновая вилка отлично гасит вибрации что мне тут отдельно понравилось это колеса вилл сет с профилем 30 миллиметров это очень оптимально по весу и надежности обода с меньшим профилем конечно весит меньше но они не такие надежные а высоченные обода конечно типа очень круто выглядят но вес там проигрывает естественно это не карбончик да но если говорить о карбоновых высоких ободах это цена ну как бы всего велосипеда и раз мы заговорили о цене то актуальная цена сейчас на данный велосипед 55 тысяч 850 рублей про фрейм сет сказал про колеса естественно карбоновый подсидел опять же гасит вибрации опять же жесткий и мало весит это был мой первый раз когда я гонял на карбоновом подсидели до этого я карбону не очень доверял ну и не было цели прям настолько облегчать свой велосипед но мне понравился это интересный опыт и теперь я точно могу говорить что катался на карбоновом подсидели но для себя я все-таки оставлю свой thompson к сожалению ваш thompson сюда не влезет потому что тут такая форма фрейма да опять же аэродинамика сюда влезет только и установится подсидельный штырь от авентона и конечно при установке подсидельного штыря не забудьте его обработать смазкой и будьте внимательны при затяжении винтов система здесь стоит трекового стандарта 144 bcd это значит вы сможете поставить абсолютно любую профессиональную шестеренку звезду да будь то зодиак или ракета еще пару слов о геометрии из-за маленькой базы из-за небольшого low pro велосипед такой становится более сбитый жесткий и эффективный на себе это я проверил не раз происходит мгновенная реакция на нагрузку на движение то есть стою я такой на светофоре такой небольшой трек стенд зеленый я врываюсь и конечно же тачки что делают остаются позади потому что кто потому что батя потому что где потому что в здании все очень просто даже не знаю что еще по компонентам можно сказать что вас заинтересует но втулочка флип-флоп да то есть понятно почему может поставить фривил покрышки стоят кенда критериум 25 миллиметров отличная тренировочная и гоночная резина для скида кстати тоже неплохо но мои фавориты это все-таки continental gutter hard shell ну и ультра спорт потому что несмотря на то что ультра спорт подешевле скидит он приятнее если у вас остались какие-то вопросы по компонентам то смело задавайте в комментариях либо сразу пишите в only fix там возможно вам ответят быстрее и понятливее я считаю что пробежался по всему единственное про седло не сказал седло мне зашло чем-то напоминает спеш пауэр да это я еще рассказывал в анбоксинге если вы не смотрели ролик с анбоксингом то обязательно смотрите он тоже четенький видно как я его забираю достаю из коробки комментирую все это дело и так далее получился достаточно бодрый ролик говорить про данный велосипед и не дать точной цифры его весе был бы очень глупо поэтому прямо сейчас я сделал замер вот прям в данную секунду весы которые я на самом деле купил специально для этого ролика потому что я подумал что ну маст хэв до взвесить надо мне показывает 8 750 эта цифра немножко отличается от той что указано у производитель да на сайте официального овентона ростовка м принципе производители часто именно м-ку до взвешивают но здесь установлены мои педали здесь установлен передний тормоз и free view если их снять то вес должен быть ближе к тому что указан производителем а там 80 небольшим давайте для интереса постараюсь выделить пять плюсов и пять минусов данного велосипеда первое это конечно же его скорость до несмотря на то что начало сезона я себя максимально комфортно чувствовал на дороге в трафике и многие водители на и на завидовали мне когда видели каких там дергаю в пробках и на светофоре конечно же внешний вид но чуть-чуть с другой точки зрения белый гораздо более заметен на дороге а значит тут можно спокойно говорить и даже надо говорить о повышенной безопасности да потому что ну самое главное на дороге это чтобы тебя видели на белом велосипеде тебя будут точно лучше видеть чем ну скажем на черном третий плюс это конечно же карбоновый под сидел и карбоновая вилка гасят вибрации испробовал на себе был кстати стритчат на котором я собственно ездил на данном велосипеде и тоже рассказывал нечто похожее так как у меня карбонового велосипеда карбонов запчасти вообще очень мало компонентов мне очень понравилось даже будет грустно расставаться с этим велосипедом но ему надо будет найти себе но владельца если что данная модель тоже будет в продаже если захотите приобрести ее на выгодных условиях то напишите мне в личные сообщения еще два плюс осталось назвать на самом деле говорит что можно очень долго 4 пускай будет геометрия и посадка потому что я очень люблю короткие базы мне прям комфортно потому что можно так очень юрко лавировать и все в этом духе ну и 5 это то это комплектация то есть то что есть и передний тормоз и фривилл и тормоза и даже смазка для подсидела это приятно это говорит о том что производитель от тебя заботится это круто куда без минусов минус наверное номер один это то что он белый а это значит что грязь на нем заметнее да естественно это не проблема если ты гоняешь на треке но если ты не знаю очень быстрый курьер например да в том году достаточно много курьерил зарабатывать им себе на жизнь то тебе его придется частенько отмывать от грязи следом собственно тоже больше связано с улицей то что такой велосипед становится немножко боязно оставлять на улице да то есть выглядит опять же потрясно именно из-за этого может случайно кого-то заинтересовать это не очень конечно хорошая и позитивная история но крутой замок может вам спасти жизнь спасти ваш велосипед рекомендую юлоки естественно до криптонит чаще из крутого ну короче проверенные бренды и проверенные замки можете тоже написать в комментарии если интересна тема вела замков да такой беспристрастный честный обзор собственно как и все то я что-то обязательно придумал и сниму такой сюжет именно для вас по минусам собственно все сложно представить да что у топового велосипеда будут какие-то там косяки тут такого естественно ничего нету только плюс вот сейчас вы видите да что я частенько смотрю на него не потому что нету текст а то что мне нравится вот и например задний дроп очень красивый да вот накладочки ну короче круто подведем итог для кого этот велосипед ну если вы меня внимательно слушали то вы уже должны сами знать ответы на этот вопрос это заряженный велосипед который подойдет тем кто хочет апнуться да кто хочет выйти на новый уровень будь то соревнования на треке будь то аликаты и какие-то там локальные гонки да этот велосипед для тех кто хочет новых результатов и новых свершений там не знаю кубков призов бабок да если речь об аликатах дорогой зритель мы в принципе подошли к концу если остались какие-то вопросы замечания предложения то как всегда в комментариях с радостью на все отвечу если какие-то вопросы по прям детально по велосипеду то рекомендую сразу писать в only fix потому что я естественно знаю не все напоминаю что с вами был некрасов филипп конечно остался пассанировать как гравилист грэвальщик не знаю ну как байкпакер точно в общем ушел в гравийную стезю но fix it gear где-то в моем сердце ролики о фиксах естественно будут не так часто как раньше но они будут так что не расстраивайтесь а наоборот подписывайтесь на канал подписывайте друзей на канал потому что роликов сейчас стало больше они круче они продуманнее и вообще все шикарно ну кроме вируса в стране на этом с вами я не прощаюсь потому что мы увидимся где на youtube чеки почему потому что там выйдет мой новый ролик